О том, какие ещё события произошли в нашем городе и районе, смотрите в рубрике Телетайп новостей. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» имени Живтяка в станице Анастасиевской. Теперь у жителей станицы и соседних хуторов есть возможность ещё активнее заниматься спортом в новом удобном и современном спортивном комплексе, расположенном на территории детской спортивной школы в центре Анастасиевской. Построенный объект рассчитан на посещение жителями разного возраста. Здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься общефизической подготовкой, лёгкой атлетикой, борьбой, посещать тренажёрный зал. Сейчас идёт оснащение спортивного комплекса необходимой мебелью и спортинвентарём. Открытие объекта планируется в начале ноября. Несмотря на тёплую погоду, отопительный сезон вот-вот начнётся. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в разы вырастут. Для того, чтобы сэкономить и платить меньше, можно воспользоваться мерами господдержки. Существует отдельная компенсация от государства – субсидия на оплату ЖКХ. Это выплата денежных средств на безвозвратной основе. Оформив её, вы сможете оплачивать коммунальные услуги вдвое дешевле. Чтобы получить компенсацию, нужно быть законопослушным гражданином и своевременно оплачивать коммунальные услуги. Более подробную информацию по назначению данной субсидии можно получить в Управлении социальной защиты населения по адресу улица Ленина, 14 телефон 42960 43980 43810. 15 октября в Славинском районе стартовала оперативная профилактическая операция «Автобус». Её цель – предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Прежде всего, в плане перевозки пассажиров сверхустановленного количества. Управление водителем автобуса без оформления разрешительных документов. Нарушение водителями режима труда и отдыха. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением требований безопасности при организации и осуществлении перевозок детей к образовательным учреждениям и обратно. Контроль за техническим состоянием автобусов. Операция продлится до 24 октября. Управление по делам молодёжи Славинского района совместно с Молодёжным центром «Континент» проводит соревнования по дворовым видам спорта «Стритворкаут», которые состоятся 27 октября с 10 до 13 часов на городском стадионе. Приглашаем активную молодёжь принять участие в соревнованиях. Все подробности можно узнать по телефону 8-988-322-01-89.